Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой блог о жизни, иммиграции и путешествиях по Аргентине и не только. И сегодня я хотела бы с вами поделиться своими 10 способами, как значительно улучшить качество своей жизни. Итак, погнали! Способ номер один. И это самый главный и фундаментальный способ. Что для этого нужно сделать? А нужно просто-напросто взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Задумайтесь, если вам не нравится ваш образ жизни, если вам не нравится ваша работа, если вам не нравится ваш дом, ваш город, ваша страна, если вам не нравится партнер, с которым вы живете, ваше окружение, ваши друзья, кто все это может изменить? Только вы, никто другой. Пока вы сами не поймете, что если вам не нравится эта работа, и вы должны просто-напросто ее поменять, или вы должны выучиться на какую-то новую профессию и начать новую трудовую жизнь, никто за вас этого не сделает. Если вам не нравится, вас не устраивает ваш партнер, пока вы сами его не поменяете, он сам лично не поменяется. В лучшем случае он сам исчезнет в какой-то момент из вашей жизни. Но зачем ждать этот момент и страдать, когда можно самому взять и все изменить? Вам не нравится климат в том городе, где вы живете и вы мочаетесь? Не нужно ждать, что наступит вечное лето за полярным кругом, или как вот я жила в Краснодаре, мне не нравилось. Жара в июле, в августе 40-45 градусов. Я не ждала, когда начнется ледниковый период в моем городе. Я просто взяла и изменила свое место жительства. Очень часто люди считают, что ну вот сейчас сменится правительство в моей стране, и все станет намного лучше, все станет зашибись. Или там, например, метеорит упадет, и там климат на континенте изменится. Не, нифига не изменится. И никто вашу жизнь не изменит, кроме вас самих. Я сама очень часто раньше впадала в такую позицию ждуна, когда вот придет кто-то в мою жизнь, и мою жизнь изменит. И вот эти периоды жизни, когда я была в этой позиции ждуна, и чего-то постоянно ждала, ну, наверное, самые такие грустные были периоды в моей жизни. Ничего не менялось. Вот пока сам не поднимешь свой зад, не пойдешь, не изменишь что-то, ничего не изменится. Не нравится работа? Уволились, нашли другую. Не нравится вам ваш партнер? Вот не нужно придерживаться вот этих вот стереотипов, что он там партнер один, дается на всю жизнь, там первый муж от Бога, второй от дьявола. Какой-то херни за свою жизнь не слышала. Зачем вам это? Не нравится вам? Вам дискомфортно с ним? Поменяли. Вас не устраивает уровень вашего заработка? Ну вот думайте, как лично вы сможете это поменять? Поменять, найти другую работу дополнительно, поменять профессию, то есть выучиться еще на что-то и так далее и тому подобное. То есть сами думайте, что лично вы можете сделать для изменения той или иной ситуации. И вот пока вы сами не поймете, что ваша жизнь это результат того, что делаете вы с ней сами, ничего в вашей жизни не изменится. Казалось бы, это достаточно банально, но когда вот общаешься с другими людьми, я вижу, что это та банальность почему-то, которая до многих не доходит. Все ждут какой-то манны небесной. Нет, ее не будет. Да, она может раз в тысячу лет случается, но мы-то не тысячу лет живем. И хочется жить лучше сегодня и сейчас. Вот поэтому сегодня и сейчас задумайтесь, что лично вы можете сделать со своей жизнью, чтобы изменить ее в лучшую сторону. Второй способ улучшить качество своей жизни – это ставить себя, свое здоровье и свой организм в приоритет. Тело – это наш инструмент по жизни, и он нам дан один раз. И тело наше, оно с нами всегда. До наших последних дней другого у вас тела не будет, другого организма у вас тоже не будет. И это наш основной рабочий инструмент по жизни. С этим телом мы идем на работу, с этим телом мы отдыхаем, знакомимся с друзьями, путешествуем, занимаемся спортом. И здоровье, здоровье нашего тела – это то, что дает нам энергию. А как без энергии можно улучшать свое качество жизни? Потому что для каждого нового шага по этой жизни нам прежде всего необходима энергия, которую нам дает наш здоровый организм. Поэтому, когда я слышу от другого человека о том, что ему некогда сходить к врачу, о том, что ему некогда приготовить правильную пищу. Мне даже некоторые люди говорят, Лена, ты так много времени тратишь на приготовление еды, нельзя так жить. А как можно жить? Готовить себе макаронки, замешивать доширак и вот эти пюрешки из картошки из магазина, которые там неизвестно из какой химозы приготовленные. А так можно жить? Когда я такое слышу, мне кажется, что люди просто ненавидят себя и ненавидят свой организм. Или, например, когда люди там пожирают килограммами пирожными и начинают утверждать, я себя люблю, люблю и балую. Нет, вы себя не любите и балуете, когда вы жрете пирожные. Вы себя ненавидите, потому что вы свой организм превратили в мусорное ведро и забрасываете в него различную мусорную пищу, которая над вами издевается. Там вот внутри вас потихоньку разлагает. Если вы себя любите, любите правильно, ешьте правильную, здоровую пищу. Это несложно. Мясо, рыба, зелень, все, что нам дает природа, но не то, что нам дает химическая промышленность. Это очень просто. Просто нужно один раз задуматься, сеть, прописать для себя. Вот это хорошо, а вот это вот я оставлю соседу. Сами не можете, но закажите консультацию специалиста, который это сделает для вас. Это очень просто. Вас не устраивает врач, который вас обслуживает? Поменяйте врача. У вас что-то болит? Вот прямо сейчас взяли телефон и записались на прием к врачу. Измените свое отношение к здоровью. Тогда здоровье изменит свое отношение к вам. Любите свой организм. Он у вас один и навсегда. Вот прямо сейчас встали, подняли свой зад и пошли гулять. Сколько, вот ты, кто меня сейчас смотрит, сколько в день километров вы проходите? Мне вот сейчас уже в этом году, скоро мне 55 лет. Я регулярно отслеживаю на своем телефоне свою среднюю... Сколько в среднем в день я прохожу? И если я вижу, что у меня где-то пошел спад, все, несмотря ни на какие там другие обязанности, а вот мне тут видосик нужно новый снять, а вот мне здесь нужно на Facebook рекламу загрузить. Не надо это ставить в приоритет. В приоритет нужно ставить здоровье. И сейчас у меня в среднем где-то получается, если брать среднемесячную, у меня в день около 8 километров выходит. Да, есть какие-то дни, когда я себе даю отдых. В среднем два раза в неделю я стараюсь оставаться дома, чтобы организм отдохнул. Но 5 дней у меня обязательно должны быть с выгулом и с длинными прогулками как минимум 10 километров. Не можете пройти 10 километров? Пойдите прогуляйтесь 1 километр. Через неделю добавьте нагрузку, гуляйте 2 километра, 3 километра. И минимум 5 километров в день это должно стать вашей жизненной нормой, несмотря на ваш возраст. Посмотрите, сколько замечательных примеров есть в интернете, когда люди в 60 лет начинают заниматься йогой и там в 70 лет становятся инструкторами йоги. Или когда бабушка в 70 лет идет начинать заниматься гимнастикой и к 90 годам она там делает стойку на руках, на брусьях. Ну, огромное количество примеров. Сейчас это нам все доступно. Если у вас не хватает силы воли, вот найдите для себя в интернете, там на ютубе такой пример. Смотрите, воодушевляйтесь. Заняться своим здоровьем не поздно, никогда, несмотря ни на что. Вот я как никто это знает, да, несмотря на то, что я всегда старалась там правильно питаться, заниматься спортом. Но вот шарахнуло меня и в 50 лет мне диагностировали рак. По большому счету можно было закрыться в своей коробке, рыдать, накручивать сопли на кулак. Все, жизнь прекратилась. Нет, я после каждой химиотерапии я поднимала зад. И прежде чем дойти до дома из госпиталя, я старалась пройти 10 километров. Это было чертовски трудно. Но я понимала, что если я этого делать не буду, то вскоре моя жизнь закончится. То же самое было, когда уже химия, там радио, все это закончилось. И мне дало большую нагрузку на колени. Я на одну ступеньку по лестнице не могла ходить. Я просто начала каждый день ходить в горку. Поднималась там 10 метров, 50 метров, 100 метров. Чуть-чуть поднялась, отдохнула, дальше пошла. Чуть-чуть поднялась, отдохнула, дальше пошла. И так каждый день наращивала. И это тоже, да, мне уже было за 50, когда это все со мной случилось. И когда я понимала, что если я не буду каждый день ходить, если я каждый день не буду увеличивать нагрузку, не буду работать над своим мышечным корпусом, который всегда должен быть в тонусе, ничего у меня дальше в жизни не будет. Потому что я работаю в основном ногами, да. Я для себя выбрала такую профессию, гид. Мне нравится. На сегодняшний день я ее не планирую менять. Да, у меня есть другие виды дохода, другие виды бизнеса, но мне чертовски нравится моя работа. И я на сегодняшний день пока еще не готова ее оставить. Что я для этого должна делать? Я должна иметь энергию работать. И эта энергия, она в моем теле. И будет она у меня или не будет, зависит только от меня. Возвращаемся к первому пункту. Как изменить свою жизнь? Взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Второе. Заботиться о своем здоровье, о своем теле, которое у вас одно и которое вам дает энергию для того, чтобы совершать вот эти вот значительные поступки в своей жизни. Третий способ изменить свою жизнь – это контролируйте влияние других людей на вас. Не позволяйте другим людям манипулировать вашими эмоциями. Не подпускайте к себе близко токсичных людей. Сейчас очень много развелось таких людей. Особенно благодаря интернету наш круг общения расширяется. И, соответственно, процентное отношение вот этих токсичных людей, оно всегда одинаковое по большому счету. Только благодаря интернету мы их получаем больше. Плюс еще благодаря интернету, когда у людей есть возможность спрятаться за вот этой вот стеной интернета, есть очень много тех, кто ни фотографии свои не выставляет, ни имя там свое настоящее не напишет, а поставит на аватарочку чужую фоточку, чужое имя и подтявкивает оттуда постоянно на всех, на кого только может. Особенно если вы на это реагируете, то они вот просто питаются тогда вашей энергией. Вот если вы замечаете, что вы, кто-то вам там натявкал в интернете, а вы продолжаете об этом человеке думать сегодня, завтра, послезавтра, вот с этим надо что-то решать. Но прежде всего, кто такие вот эти вот хейтеры? Это психически неуравновешенные люди, это люди, озлобленные на жизнь, это люди неудовлетворенные чем-либо. Им, по большому счету, им пофиг, на кого свою злость срывать. То, что они вам пишут негатив, это не ваши проблемы, это не потому, что у вас там что-то не получается, вы там какой-то не такой, некрасивый, жирный, не так одеваете, ну, всю эту гадость, что они там пишут, тупой или еще что-нибудь. Они просто ищут для себя жертву, любую. И этой жертвой может стать кто угодно. Вот кто на них реагирует, вот с теми они дальше и будут продолжать это свое общение. Вы заблокируете это человека, он начнет это делать, свои манипуляции с другим. Вот и отсюда вопрос, а нафига вам нужно решать чьи-то вот эти психологические проблемы? Если это реальный человек в жизни, ну, не общайтесь с ним. Не важно, на работе это ваш коллега, но он ваш там не один единственный. Общайтесь с другим, с этим не общайтесь. А если это единственный у нас коллега на работе, ну, смените нафиг такую работу, зачем она вам нужна? Не последняя в мире. Если это какие-то хейтеры в интернете, да заблочьте их нафиг всех и не общайтесь, не обращайте на них внимания. Они не стоят вашей жизни, они не стоят вашего здоровья. Это их психологические проблемы. Пусть нанимают себе психологов и с ними решают свои проблемы. А вам они в вашей жизни не нужны, не нужно вообще на них реагировать. Вот там кто-то сказал, нос не такой, вау, сейчас пойду сделаю пластическую операцию. Мне какая-то дура пишет, Лена, вам нужно сходить, сделать пластическую операцию, веки поднять. А, сейчас, вот делать мне нефиг. А, мало я там в своей жизни у меня была операция для спасения моей жизни. Я сейчас пойду, потому что какой-то дуре, не понравилось то, что у меня веки опущены. Простите, у меня же такой возраст. Они уже сами опускаются, чтобы этот мир не видеть. И вас, мадам, в том числе. Не нужно на это реагировать серьезно. Это какие-то их личные психологические проблемы. Вот пусть они их решают со своими психологами, со своими пластическими хирургами. Ну и помните, что жизнь у вас одна, и она ваша, а не вот этих вот всех, кто пытается на вас слить свой негатив. Четвертый способ улучшить свою жизнь. Учитесь видеть вокруг себя все только хорошее. Ой, любимая тема тоже моих хейтеров. Ну, у меня так по жизни сложилось. Вот проснулась я утром, выглянула в окно, солнце светит, птички поют. Или, боже, какой красивый дождь сегодня начался. Наконец-то будет свежий воздух. Наконец-то этот дождь умоет тротуары. Или вот сегодня просыпаюсь, ветер начался. Боже, как же это красиво! У меня за окном пальмы туда-сюда, туда-сюда. Там что-то вот новое, интересное происходит. Я скорее в интернет. Какой там прогноз погоды на ближайшие два дня? Если поднялся ураган, ну, значит, будет смена погоды. Значит, будет что-то новенькое, что-то интересное. Видеть мир через розовые очки, да это так классно! Потому что это просто-напросто повышает ваше настроение. Или там в течение дня сказал вам какой-то чудак, какие-то гадости. Но он же не один был у вас в этот день. Наверняка в этот день вы общались с какими-то другими приятными людьми. Но вот вечером и вспомните, с кем вы еще сегодня общались, что приятного вам сказали. И сами старайтесь другим людям тоже говорить приятности. И вы увидите, что и в ответ вы будете получать то же самое. Например, начните вот эти изменения с того, что вон там вот внизу напишите приятные комментарии мне. И я вам отвечу взаимностью. И вы увидите, что жизнь раскрасится совершенно другими красками. Пятый способ для улучшения своего качества жизни — это окружайте себя людьми, которые будут повышать ваше настроение. Окружайте себя людьми, которые будут вас вдохновлять на что-то новое. Не нужно общаться с теми, кто будет загонять вас в депрессняк и постоянно вешать на вас свои проблемы. Вы и сами для себя можете их создать без чьего-либо вмешательства. Не нужно окружать себя людьми токсичными, которые постоянно будут вам навязывать своё мнение и будут стараться управлять вашей жизнью. А старайтесь избавиться от таких людей. Вот только те люди, с которыми вам, когда вы просыпаетесь утром, блин, надо вот сегодня встретиться с Фатимой или с Наташкой, или с Хуаной. Это такая классная. Надо вот предложить ей сходить на выставку Ван Гога. Или посидеть в кафе и обсудить новую киношку, потому что я знаю, что ей тоже нравятся вот такие же фильмы, как и мне. Или мне очень хочется пообщаться с Хуаном, потому что после общения с ним я узнаю столько всего нового и интересного, что это даёт новый толчок для прорыва в моём бизнесе. Вот с такими людьми нужно общаться, а не с теми, после которых, господи, где тут на какой полке у меня транквилизаторы лежат, или в окно хочется выброситься. Блин, так как его послушаешь, оказывается, жизнь такая хреновая вообще везде, в каждой стране, в каждой семье и так далее. И ещё там хню какую-то на вас кто-то постоянно выливает. Не нужно общаться с такими людьми, они вам не нужны. Общаться с людьми только по принципу, потому что мы уже познакомились, и нужно продолжать нашу дружбу. Нет, любую дружбу, которая вам в тягость в любой момент можно прервать. Вы у себя один. Любите прежде всего себя. Шестой способ – это постоянно повышайте уровень своих норм. Нормы могут быть во всём. Например, уровень вашей квартиры. Когда вы были студентом, вас вполне могла устраивать и просто комната в общежитии, потому что на тот момент для вас главной задачей было получить образование. Но когда вы уже начинаете работать, это не может быть вашей нормой. Или приехали вы в эмиграцию. Это вот то, с чем чаще всего приходится встречаться. Возможно, пока у вас совершенно нет денег, вы будете снимать комнату. Но не нужно и дальше. Когда вы уже начали работать, когда у вас уже пошли заработки, не нужно этим ограничиваться и постоянно экономить на себе. Потому что вот такая жизнь постоянно, в какой-то «вот сниму я там себе квартирку подешевле, зато денежек у меня будет больше». И начинают снимать, ищут квартиры в плохих районах, плохо обустроенные. И когда ты каждый день утром идёшь на работу, ты для чего-то трудишься, зарабатываешь деньги, а вечером приходишь в эту свою убогонькую квартирку и думаешь, «Господи, вот трудился, трудился целый день, и опять я здесь». Это вас будет просто вгонять в депрессию. Я тоже, когда вот только переехала в Аргентину, последние несколько лет в Испании для меня были очень тяжёлыми. Сначала болезнь, потом началась пандемия, а потом началась война. Это всё, естественно, отражалось на моём финансовом благосостоянии. Очень хотелось сэкономить. Но когда вот я смотрела некоторые квартиры, захожу, я понимаю, я не смогу здесь жить нормально. Для чего тогда вот эти все жизненные изменения, для чего вот эта вот эмиграция? Вот как увидела эту квартиру, всё, я хочу жить в этой квартире. Для того, чтобы жить в этой квартире, я понимаю, что мне нужно больше трудиться. И это стимулирует работать лучше. Я понимаю, что можно услышать возражения. Да, но так можно приехать, снять дорогую квартиру в эмиграции, профукать все деньги. Я тоже, кстати, об этом говорю. Здесь просто нужно знать норму. И не нужно себя загонять просто в какие-то определённые пожизненные рамки. Вот я снял эту квартиру, и всё. Я так дальше в ней буду жить. Меня всё абсолютно устраивает. В принципе, если вас всё устраивает, и вот это болото, в котором вы живёте, вас всё устраивает, замечательно, но это видео о другом. Это видео я снимаю о том, как улучшить свою жизнь. И поэтому вот эту вот планку вашей нормы, её нужно постоянно повышать. И это будет вас стимулировать развиваться дальше. Это вас будет стимулировать, например, поменять работу, или создать свой какой-то новый бизнес, или в рамках своего бизнеса придумывать что-то новое, что будет вам позволять зарабатывать больше. Начните с малого. Очень часто могу услышать от эмигрантов, мы по кабакам не ходим. Вот когда приезжаешь жить в южные страны, такие как Испания, Франция, Италия, даже Аргентина, и понимаешь, что вот эта вот социальная жизнь, она проходит именно в то, что некоторые люди пренебрежительно называют кабаками. Потому что бары, рестораны, кафе – это не о том, чтобы только пойти поесть. Это прежде всего социальная жизнь. Это какой-то новый акцент в вашей эстетической жизни. Если вы еще не начали завтракать в кафе у дома, вот сделайте это хотя бы первый шаг к этому. Пойдите, скажите себе кофе или какао, что вы любите, круассаны, получите от этого кайф. И это вас будет стимулировать работать больше, чтобы чаще получать этот кайф. Сходите в хороший ресторан, вам понравится. И вы получите, опять же таки, положительные эмоции от его посещения. Не только потому, что вы там вкусно поели, потому что, еще раз повторюсь, посещение ресторана – это, в общем, достаточно большой спектр тех эмоций, которые вы получаете. Сходите в хороший театр. Это тоже достаточно дорогое мероприятие. И билеты. Ну и не пойдете же вы в театр в джинсах и в рваной футболке, да? Вам захочется что-то купить красивое, достойное этого мероприятия. Это тоже трата денег. И вот когда вы потратитесь на это все, оденетесь красиво, сходите к парикмахеру, уложите свои волосы, сходите, закажете такси, потому что, ну, ехать на общественном автобусе в театр как-то, по мне, не камильфо, да? То есть, если мы уж проводим какое-то мероприятие, ну, проводим его полностью красиво. Вам понравился вечер сегодня, проведенный в театре? И все, как вы выглядели? Как вы себя чувствовали в этой новой роли? Правда же, вам захочется опять это повторить? Или путешествие? Отправлять любое путешествие? Это огромная трата времени, денег, даже если вы путешествуете самостоятельно. Билеты, отели, экскурсии, даже если вы берете какие-то общие экскурсии индивидуального гида. Но когда вы возьмете индивидуального гида, вы поймете, что это совершенно другой уровень экскурсии, вам захочется это повторять. И вы поймете, что это опять же таки этот образ жизни, который дает вам кайф, он требует больших затрат. И это опять же вас что будет делать? Это вас будет стимулировать, двигаться дальше, зарабатывать дальше. Вот этот способ постоянно повышать планку своих норм, планку своих потребностей и будет вас двигать дальше и будет значительно улучшать качество вашей жизни. Потому что вы будете с каждым разом все больше и больше получать кайф от этой жизни. Кстати, ответ на возражение, что можно все профукать в жизни, если вот начать только развлекаться. Здесь я вам хочу привести один пример. Как сто лет назад достаточно бедный мальчик Ари спустился корабля на землю Аргентины в очень потрепанном костюмчике, в очень затоптанных ботиночках, с дыркой в кармане. Но этот мальчик Ари все правильно делал в своей жизни. Как только он получил первую зарплату, он купил себе хороший костюм, он купил себе хорошие бутинки и каждый вечер стал ходить в один из лучших ресторанов Буэнос-Айреса. У него не было денег там ужинать, но он покупал бокал вина. Он общался с теми, кто посещал этот ресторан. Он обзаводился правильными знакомствами. Я не буду дальше держать интригу, я просто скажу, что этот мальчик Ари через 10 лет стал миллионером, Аристотелем, Анасисом. А еще через несколько лет он стал самым богатым человеком в мире, потому что он с каждым днем повышал свою планку, планку своих потребностей. Он не хотел жить той жизнью, которая у него случилась, когда его отец в Греции разорился. И в возрасте 17 лет он принял решение эмиграции. Он понимал, что ему нужно что-то изменить. Он отправился в Аргентину, которая в начале 20 века была страной огромных возможностей. И он каждый день повышал свою планку потребностей. Каждый день он повышал уровень своей жизни. Он начал жить в Буэнос-Айресе в отеле для эмигрантов, которые бесплатно предоставляло на тот момент правительство на первые пять дней. Затем он снял коморку в дорогом доме. Да, он не мог себе снять квартиру дорогую, но коморку. Но он зато уже жил в доме в престижном районе. И он понимал, что следующего уровня уже будет не коморка в этом доме, а квартира в этом доме. И вот так, шаг за шагом, шаг за шагом. Он поднимал свой уровень своих потребностей. И из абсолютно бедного эмигранта с дыркой в кармане он превратился в самого богатого человека на этой земле. Поэтому можете дальше мне возражать. Седьмой способ улучшить вашу жизнь это управляйте обстоятельствами, чтобы они не управляли вами. Очень легко пустить свою жизнь на самотек и сказать, ну, пусть будет, что будет. Видать, у меня судьба такая. Или вот еще любимая пословица русская. Это мой крест, который я должен нести с собой до конца. Кто вам эту ерунду сказал? Или вот это вот, где родился, там и пригодился. Кому пригодился? То есть земле, на которой вы родились, вы должны пригодиться прежде всего самому себе. Если вас это что-то здесь не устраивает, значит надо менять. Не нужно входить в вот эти вот рамки. Я здесь родился, значит я здесь должен провести всю свою жизнь. Вот эти друзья у меня появились еще со школы, значит это мои друзья на всю мою жизнь. Но если это классные люди, если вам с ними приятно общаться, то да, это здорово, я вас поздравляю. Это огромнейшая удача. Обзавестись друзьями со школы, с которыми вам по жизни до конца ваших дней будет идти легко. Но если вдруг на каком-то жизненном этапе вы понимаете, что это не то окружение, которое вам приятно, которое вам приносит позитив, какую-либо моральную пользу, эмоциональную поддержку, меняйте это. В этой жизни ничто не бывает один раз и на всю жизнь, кроме вас самих, вашего тела и вашего здоровья, которым вы должны заниматься. Все остальное в этой жизни может приходить и уходить. Ну, дети тоже и родители, это то, что вам дается раз и навсегда. Если у вас в жизни есть какая-то цель, есть какая-то мечта, вот в этом случае никогда не давайте обстоятельствам помешать вам идти к этой цели. Начинаете вы какой-то бизнес, и что-то у вас не получается. И вот часто бывает, опускаются руки, начинают думать, это, наверное, не то, что мне нужно заниматься, или это вот я хотел эмигрировать, и тут вот что-то вдруг случилось, ну, там, например, началась пандемия, да, и я не смог уехать в эту страну. Все, это знак свыше. А, значит, эмиграция, это не для меня. Нет, это не знак свыше, это просто возникли какие-то определенные обстоятельства. Пандемия закончилась, закончилась, теперь же можно переехать в другую страну? Да, можно. Или начали свой бизнес, что-то не получилось. Ну, в этой жизни не бывает все легко. Упали, отжались, поднялись и пошли дальше. Продолжайте, добивайтесь своей цели. Если вы этого делать не будете, ну, вот, все, у меня не получилось, я больше не буду, я больше не хочу этого делать. Ну, вот так нифига у вас в этой жизни получаться не будет. В этой жизни никогда ничего не бывает гладко. Поэтому столкнулись с какой-то проблемой, преодолели ее и пошли дальше. Если же вы из-за возникающих проблем будете отказываться от своих целей, то вы всю жизнь протопчетесь на одном месте. И ничего интересного в вашей жизни не произойдет. Восьмой способ улучшить свою жизнь, это тоже очень важный способ, это ликвидируйте любые ограничивающие вас убеждения. Очень часто можно от людей услышать, я этого не могу, это не мой уровень, а там еще чего-нибудь, да я там такой простой родился, из простой семьи, еще всякую такую вообще непонятную мне дребедень. Мы родились, поэтому мы уже счастливчики. Не так многим сперматозоидам ваших родителей удалось оплодотвориться, в результате чего вы смогли появиться на свет. Это уже большая удача. У вас есть руки, ноги, голова, даже если рук, ног нет, есть голова, вы можете говорить, вы можете думать, вы уже счастливчик. Значит, у вас получится и все остальное. Самое часто встречающееся ограничивающее убеждение, это я этого не умею, или я на это не способен. Не умейте чего-то. Открывайте интернет, записывайтесь на курсы, изучайте этот вопрос, и через какой-то определенный промежуток времени, в зависимости от того, какой это вопрос, вы будете специалистом в этом вопросе. У вас нет чему-либо способностей, а вы в этом уверены? Может, давайте попробуем только более профессионально подойти к этому вопросу? Вот, например, мне часто говорят, вот, ты уехала в эмиграцию, потому что ты знаешь испанский язык. Подождите, я родилась, как вы любите говорить, в простой русской семье, в которой говорили только на русском языке и на нашем кубанском диалекте. Вот это и все мои знания были иностранных языков по мере моего рождения и жизни в моей семье. Потом у меня было 10 лет школы, 5 лет университета, где я изучала английский язык, и по окончании университета я на нем говорила не лучше остальных выпускников советских школ и университетов. Говоря другими словами, я практически на нем не говорила. Да, у меня там в моем арсенале большой набор английских слов был все, я ни одного предложения не умела построить. И я тоже когда-то считала, что у меня нет способности к иностранным языкам. Но в один прекрасный момент ко мне пришла идея эмигрировать в испаноязычные страны. Потому что я сначала еще не была уверена, в какую именно я поеду страну. Это будет Испания или это будет какая-то страна Латинской Америки. Поэтому я начала изучать испанский язык. У меня был стимул. Я хотела эмигрировать. Я накупила большую пачку, такую вот большую стопку книг, окружила себя имя. Я почему-то считала, чем больше у меня будет книг, тем быстрее я выучу. Ну, какие-то книги я читала регулярно, какие-то ушли на второй план. По выходным, когда все шли гулять, развлекались на шопинг, еще куда-нибудь, я одевала наушники и слушала сериалы на испанском языке. Доходило до того, что в понедельник, когда нужно было идти на работу, несколько первых минут на работе мне нужно было перестроиться с испанского языка на русский. Я учить испанский язык начала в возрасте после 40 лет. Я с ним не родилась. Я его не в школе выучила, не в университете в молодом возрасте. Я его выучила ровно в тот момент, когда я для себя решила, что я хочу эмигрировать. Это не мое врожденное свойство. Я еще раз повторюсь, я тоже когда-то считала, что у меня нет абсолютно никакой способности к иностранным языкам. Захотела, сделала. Кстати, о том, как выучить испанский язык, на моем YouTube-канале есть видео, где я рассказываю о часто встречающихся ошибках при изучении любого иностранного языка, что не надо делать и что надо делать, чтобы вы быстрее и качественнее могли изучить любой иностранный язык. Или вот еще один пример, поскольку я очень часто общаюсь в кругу эмигрантов или потенциальных эмигрантов. Некоторые говорят, я хочу сменить страну, но вот у меня нет такой возможности и начинают городить кучу причин, вот помимо языка, о чем я сказала, почему они не могут. У них есть какие-то ограничения, доходят до того, что там собаки, кошки дома, тараканы, игуаны и так далее, которых не могут оставить, и вот это они себя этим ограничивают. Свяжитесь с авиакомпанией, которые вы собрались лететь, и узнаете, что есть множество способов перевести своих животных вместе с собой в эмиграцию. То есть вот люди тоже сами себе создали какие-то ограничения, поставили вот такие вот рамки, из которых они не хотят выходить, и оправдывают этим сами себя, свою нерешительность. Из любой ситуации есть выход, ну, кроме тогда, когда уже гвозди забиты от крышки вашего гроба, и то еще не факт. Если следовать легендам кладбища реколета в Буэнос-Айресе, то и оттуда люди тоже пытались иногда выходить. Кстати, на моих экскурсиях по Буэнос-Айресу вы можете услышать такие легенды. Жду вас на моих экскурсиях. Или еще пример, вот в плане здоровья, да, в плане питания. Вот мои родители там всю жизнь на ужин ели жареную картошку с салом. Вот и я такое буду есть. Пофиг, что при таком питании ты каждый год набираешь лишние 10 килограмм, и потом говоришь, у меня кость широкая. Да, у меня, наверное, тоже широкая. Вот так вот, если сейчас еще набрать. У меня кость широкая, мне просто лень почитать и узнать что-то о правильном питании. Опять же, поставили вот эти вот себе ограничения. Зачастую они, кстати, бывают, да, дети их перенимают из своих семей, от своих родителей. Но ведь все в этом мире меняется. У нас огромнейший сейчас объем информации, которую, пожалуйста, изучайте, узнавайте о том, что у вас не кость широкая. Просто жрете вы не то, что нужно есть, чтобы оставаться здоровым в теле и так далее. Или вот еще пример ограничивающих всяких вот этих рамок. Когда я переехала в Испанию, начала заниматься туристическим бизнесом, да, мне нужно было где-то брать клиентов. Это было давно, это было 11 лет назад. И тогда еще соцсети не так были развиты. Но для меня это был единственный инструмент найти себе клиентов. И поэтому, несмотря на то, что очень умные люди писали, что через соцсети на тот момент можно себе найти порядка, ну, была такая статистика, порядка 5% приходит клиентов только из социальной сети. Я подумала, нафиг, а где мне их еще брать? Буду стараться и работать через соцсети. И несмотря на вот эти общепринятые всеми 5%, у меня 95% клиентов шло из социальных сетей. И это были не какие-то единичные заявки. Уже примерно через год начало работы с соцсетями и начало работы в туристическом бизнесе я месяцами работала без единого выходного. У меня был такой объем заявок, что люди мне писали не то, когда они хотят приехать, а они у меня спрашивали, Лена, когда у тебя там есть свободные 3-4-5 дней в зависимости от того, кто насколько хотел приехать и чтобы можно было вписаться в эти мои рамки. И это все люди ко мне шли через соцсети, хотя меня все убеждали, что соцсети не работают, приводили официальные непонятно какие-то данные о том, что только 5% приходит через соцсети. Или вот захотела я иметь свой YouTube канал. Уже тоже в достаточно взрослом возрасте начала осваивать это. Да, сначала для моего YouTube канала монтаж видео мне делал мой сын. Потом он сказал, мама, у меня есть свои работы, вот так вот, зашибись, мне некогда заниматься твоим YouTube каналом. Вот он мне показал программку монтажа и сказал, мама, у тебя все получится, вспомни свое детство. Да, я в детстве, кстати, ходила в кинокружок и в том числе делала на простой пленке мультики, кукольные мультики, монтировала эту пленку. И мне сын сказал, мама, ну если ты тогда справлялась с монтажом, что тебе сейчас мешает в этих современных цифровых программах? Дал программу, сказал, разбирайся, все поймешь. Ничего, поковырялось несколько дней, запорола несколько видео, но теперь я все видео абсолютно делаю сама. Всему в этой жизни, если захотеть, можно научиться. Главное, не ставить себе никаких ограничений. Или вот тоже часто встречающиеся ограничения. А как можно эмигрировать после 30? Боже ж ты мой, кто вам поставил эти возрастные ограничения? Кстати, на постсоветском пространстве это самое часто встречающееся ограничение, которое люди себе ставят. Это какие-то непонятные и непонятно кем придуманные возрастные рамки. В любом возрасте можно все начать с нуля. Можно получить новое образование, можно научиться новой профессии, можно начать жить в новой стране, можно обзавестись новой семьей, имею в виду партнером. Не знаю, что вы там еще себе новое в этой жизни хотите, придумываете. Вот все это можно абсолютно в любом возрасте. Вам кто-то сказал нет, а я вам разрешаю, пожалуйста, если что, на меня все скидывайте, скажите, Вивас вам разрешила. Несмотря на ваш возраст, на ваше образование, на ваше экономическое положение или социальное, вам все можно, все то, что не нарушает рамки закона. Ну и опять же, возвращаемся к предыдущему пункту про вот эти все рамки. Это то, что возьмите жизнь в собственные руки и сами управляйте обстоятельствами своей жизни. Не позволяйте обстоятельствам управлять вашей жизнью. И тогда все в вашей жизни будет прекрасно. Девятый пункт, как улучшить свою жизнь, это следующее правило. Смотрите только на свою дорогу и управляйте только своей машиной. Ну, я думаю, что у большинства из вас есть права на управление автомобилем, да, и вы управляете по этой жизни автомобилем, и вы знаете, что ваша безопасность во время движения по дороге, она только в ваших руках. Вы не можете за другого человека решить, как ему управлять. Поэтому все, что от вас необходимо, следить за своей дорогой и, да, наблюдать, чтобы не было опасности вокруг, чтобы другие вам эту опасность не создавали. То же самое и по жизни. У вас есть своя дорога, вот идите этой своей дороге. Дорогой. Следуйте своим правилам жизни, а не чужим правилам. Вот представьте, если на дороге все вот сейчас пооткрывают окна в своих машинах и друг другу начнут кричать, давать рекомендации, как управлять. Что получится? Да, хаос получится. То же самое и в вашей жизни. Если вы начнете слушать абсолютно всех, кто пытается вас научить, как вам жить, у вас в голове случится хаос. Поэтому помните, что своей жизнью, машиной своей жизни управлять должны только вы сами. Да, можно прислушиваться к тем людям, которым вы доверяете. Можно прислушиваться к тем людям, которые знают, да, этот человек умнее меня, он успешнее меня. И наверняка он мне может подсказать что-то очень умное, что мне поможет как-то в этой жизни. Да, но вот эти все, абсолютно все советы, их нужно фильтровать. Не нужно жить чужой жизнью. Живите своей жизнью. У каждого самурая свой путь. И только вы знаете, что лично вам подойдет. Какой бензин подходит вашему автомобилю. Вот следуйте этому правилу. И десятое заключительное правило. Помните, что свет в конце туннеля всегда есть. Оптимизм всегда помогает и улучшает качество вашей жизни. Вот как пример пишет мне сегодня одна моя фейсбучная подруга и спрашивает рекомендации. Вот у нее сын хочет поехать жить в Барселону. Мой же сын тоже живет в Барселоне. Она говорит, вот я столько всего наслушалась и мне так страшно за своего сына. Что ты можешь посоветовать? Ну, я говорю, за пристрастие своего сына я спокойна. Поэтому вот это вот чрезмерное изобилие разных соблазнов этого большого города вот это процветание торговли наркотиками и всеми другими запрещенными веществами меня абсолютно не волнует, потому что я знаю, что мой сын к этому стойка. Она мне пишет, не, я даже об этом не думала. Я говорю, а что тебя волнует? Ну, там же говорят про всякие мелкие кражи. Я говорю, а, господи, ну, украли телефон, ну, украли, а что тут такого-то? Следующий купил. И она мне пишет, боже, как я поражаюсь твоему оптимизму по жизни, твоему взгляду на вещи. Ну, вот да, если вы понимаете, что вы не можете менять какие-то ситуации, да, ну, вот нравится по каким-то причинам вам это Барселона, но при этом вы также знаете, что это город карманников, всяких мелких краж и так далее, вы этого изменить не можете, а жить там хотите. Что вам остается делать? Ну, измените свой взгляд на жизнь. Или вот там у меня в недавней поездке в Мардель Плато скоммуниздили мою куртку. Ну, что теперь, рыдать что ли? Да, ну, я сразу сделала, да не любила я эту куртку, да не нужна она мне была, поэтому мне ее и сперли, чтобы я пошла в магазин и купила нормальную. Ходила в какую-то бабушачьи, купила ее только потому, что она очень удобна в путешествиях. Пофиг, я выключусь как-нибудь по-другому в путешествиях, в другой куртке, она будет более модная и красиво. И на самом деле это очень помогает жить, это вам помогает не впадать в депрессники по всякой фигне, еле слово подобрала там. И видеть, да, вот этот свет в конце тоннеля, он всегда есть. Или там, например, поставили вам диагноз какой-то, который там 10-20 лет назад считался смертельным. Но это было же 10-20 лет назад. Медицина ушла вперед, поэтому что делаем? Идем к врачу, выполняем все его рекомендации, знаем, что когда вот эта вся охня с этим закончится, начнется новая, опять здоровая жизнь. И что теперь? Ну ничего, перешагнули, дальше пошли. Абсолютно из любой ситуации можно выйти на позитиве и с приятными для вас плодами и результатами. Просто вот научитесь на жизнь смотреть немножко легче, потому что на самом деле, да, жизнь это чертовски сложная штука. В жизни бывает очень много падений, в жизни бывают неудачи, проблемы и так далее. Просто нужно научиться их преодолевать и относиться к этому немножко легче. Вот зачастую тоже бывает такое, читаешь от барышей после неудачного брака. Боже, я потратила на него лучшие годы своей жизни или там 10 лет вычеркнутых из жизни. Че за хня? Как это 10 лет вычеркнутой жизни? Вы что в это время, пока с этим своим бывшим мужем жили, вы не жили? Вы в гробу лежали или что? Это была ваша жизнь. Это была одна из страниц вашей жизни. Перелистнули ее, начали писать новую. Какие-то были ошибки, сделали выводы, чтобы их не допустить. Дальше. И движемся дальше. Все, что с нами происходит, это наша жизнь. Белые линии, черные линии, синие, фиолетовые, зеленые. Это все наше разноцветное и разнообразное. Научитесь ко всему относиться с позитивом. А у меня на этом сегодня все. И не забывайте вон там вот внизу писать свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И если видео понравилось, делитесь с ним в своих социальных сетях со своими друзьями. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас. Субтитры создавал DimaTorzok